Добрый день, дорогие зрители! Меня зовут Малахов Игорь Михайлович, я специалист клиники Агулова, врач уролог-андролог, специалист ультразвуковой диагностики. Сегодня мне бы хотелось поговорить с вами о мужском здоровье. Это такое широкое собирательное понятие, мы решили разложить его под таким условным полочком. На первую полочку мы положим общее здоровье, или иначе по-научному соматическое здоровье. То есть это состояние сердечно-сосудистой системы, артериального давления, органов пищеварения, эндокринной системы. То есть, конечно, ни о каком мужском здоровье мы не будем говорить, если человека мучают постоянно повышенное артериальное давление, его отвлекают боли в сердце, сильно нарушен обмен веществ, он страдает от ожирения, от дышка и так далее. Конечно, общие аспекты здоровья, они, безусловно, не стоят в стороне от мужского здоровья. Далее, условно, на вторую полочку можно было бы положить урологическое так называемое здоровье. Это состояние почек, пристательной железы, мочевого пузыря. И, конечно, если мужчина бегает в туалет каждые пять секунд, он не будет задумываться о своей сексуальной активности и продолжении рода. Далее у нас следующая полочка — это сексуальное здоровье. Ну, в него мы включаем понятие произвести полноценный половой акт с женщиной. Вот, условно подразделяют, конечно, на некие составляющие — это половое лечение, достаточную эрекцию и эякуляцию. Ну, про эякуляцию пару слов хотелось бы сказать. Просто это такой специфический момент, который, может быть, не так часто встречается в быту. Есть состояние, когда во время оргазма у мужчины семяизвержение происходит не естественным путем наружу, а вовнутрь, то есть в полость мочевого пузыря. То есть оргазм происходит, а семени мы не видим. То есть оно есть, но оно заброшено в мочевой пузырь. И это состояние не позволит такому мужчине дать потомство, потому что семя забрасывается в обратном направлении. Ну и последняя полочка — это понятийность репродуктивного здоровья. То есть это способность сперметозоидов, вырабатываемых у мужчины в семенных железах, дойти и оплодотворить яйцеклетку. А теперь мы рассмотрим эту тематику мужского здоровья с точки зрения возраста, начиная с раннего детского дошкольного, пубертатного, зрелости и уже такой возраста, ну после 55 лет условно. Что касается раннего возраста детского, хотелось бы остановиться прежде всего на таком факте, как проверка педиатром. Педиатр обязательно должен при осмотре ребеночка, мальчика, обязательно должен осмотреть и прощупывать мошонку и четко убедиться о том, что яички в мошонке присутствуют. Это очень важно. Это называется криптархизм. То есть яичко может не опуститься с одной стороны, либо с обеих сторон. Если какое-то яичко не найдено, то нужно произвести поиск его нахождения. Находиться оно может, яичко проделывает большой такой путь, примерно от уровня расположения почек оно во внутриутробном периоде постепенно-постепенно спускается вниз, вниз, вниз и доходит до паховых каналов и выходит через них наружу. То есть нужно понять, где находятся яички и сделать попытку их низведения. В идеале это возраст до одного годика, самое лучшее. В более худших вариантах до шести лет, до семи лет. Что касается детского возраста далее, конечно, это памперсы. Как можно меньше по возможности употреблять памперсы в обиходе по отношению к мальчику. Потому что связано, естественно, это с температурным режимом. То есть яички не любят гипертермию. Конечно, там ребенок еще находится не в той фазе, у него нет сперматогенеза, который очень чувствителен к повышению температуры. Но все-таки природа не даром вывела яички за пределы брюшной полости. И это надо помнить. Далее в раннем детском возрасте хотелось бы упомянуть такое состояние, как перекрут яичка. Если мальчик вдруг пожаловался на резкие боли в мошонке и причина этому не совсем ясна, то обязательно надо такого мальчика показать специалистам для оценки состояния самих яичек и наличия кровотока в них. Если это состояние будет являться перекрутом яичка, то тут необходима медицинская помощь. Если яичка обернулась вокруг оси и передавила кровеносные сосуды, то может наступить необратимое изменение в тканях яичка. То есть перекрут яичка – это тоже такой аспект, касаемый нашего внимания в детском возрасте. Самый распространенный момент – это невозможность открытия головки полового члена у маленьких мальчиков. Это дошкольный возраст, ну и раз даже школьный возраст. Часто происходят дискуссии на эту тему, они противоречивы, единого мнения нет, надо открывать либо не надо. Я считаю, что открывать надо. Это несложно, это производится неоперативным путем. Если у вас или у ваших близких такие состояния возникали, то вы обратитесь к нам, мы вам в этом вопросе поможем. То есть это производится неоперативным путем, просто инструментом. Мы очень деликатно расширяем наружное отверстие крайней плоти и оголяем в полном объеме, головка показывается. Практически во всех случаях, если там не было, конечно, каких-то вмешательств оперативных и не образованной рубцовой ткани, всегда возможность оголения головки у маленьких детей присутствует. То есть это довольно несложно сделать. Про редкую патологию хотелось бы сказать. Это наличие наружного отверстия мочеиспускательного канала в нетипичном месте. То есть бывает закладка внутриутробная происходила так, что некие нарушения наступают. И мальчик рождается с расположенным наружным отверстием мочеиспускательного канала не на головке полового члена, а где-либо в ином месте, например, на стволе полового члена, либо в промежности. Если мы такие вещи выявляем, то, конечно, таких мальчиков надо направлять к детским урологам. Сейчас на современном этапе делают превосходные пластики уретры на хорошем уровне, с хорошими результатами. Раньше таким пациентам практически никто не мог помочь. Вот. И они сильно страдали от разных, в общем-то, таких моментов и гигиенических, и психических, и социальных. Сейчас это, в общем-то, все решаемо. Наверное, все. Сейчас мы перейдем к рассмотрению другого периода в жизни мальчиков. Это, на мой взгляд, очень важный период. Это пубертатный период. Официально он тянется с 9 лет до 14 лет. Вот. И поскольку все дети разные, у одних раньше наступает созревание, у других позже, но нас больше, наверное, будет интересовать позднее созревание. Потому что тут у нас возникает беспокойство о том, является ли это заболеванием, которое надо уже безотложно исправлять, либо это функциональное состояние, и это просто задержка полового созревания. Вот. И каждого мальчика надо обследовать в период, ну, не надо даже тянуть до 14 лет. В 13 с половиной лет, пожалуй, да, надо, чтобы мальчик был осмотрен специалистом. Были сданы гормоны, если какие-то там возникают подозрения на задержку полового развития. А прежде всего мы смотрим на размер яичек. Вот. Размер яичек крайне маленький, как так называемые фундучные яички. Нравится мне такой термин, потому что легко понимаем на простом языке. Если мы подходим к этому возрасту, яички у мальчика крохотные, а ему уже там достаточно возраст уже 13 с половиной, условно говоря, да, то мы должны тут провести некую грань. Это задержка развития или это заболевание, да, то есть в современной медицине есть некие тесты, которые позволяют четко отграничить одно от другого. То есть там производят впрыск в нос определенного релизинг гормона, повторный забор крови через некоторое время после этого. Если гормональная сфера отвечает вплеском, значит, беспокоиться не о чем. Это задержка полового развития, она вот-вот начнется, мы это заметим. Если ответа гормональной сферы на этот тест нет, то тогда уже надо беспокоиться о том, какими методиками там официальной медицины или, так сказать, вот методами народной медицины. Ну, в народной медицине это герудотерапия, да, бытует такое мнение, что герудотерапия помогает именно в вопросах недоразвития тех или иных органов, ну, в частности, наших половых, вот нашей темы. Далее мы переходим к зрелой, к фазе зрелости. Тут у нас возникают, так сказать, вопросы, связанные с репродукцией, с эрекцией и самые распространенные состояния, заболевания, да, это простатит, вот, это варикоцеле, это расширение вен семенного канатика, это бесплодие, ряд других заболеваний, связанных с этой сферой. Простатит и бесплодие и все остальные вот эти аспекты, они, конечно, прекрасно поддерживаются методами висцеральной практики. То есть, я, например, обязательно люблю сочетать наш специфический массаж и те приемы, которые мы применяем, обожаю, ауто-гемотерапию присоединять, да, с какими-либо препаратами гомеопатическими, вот, фирмы Хель, в частности, превосходно дает результаты. Вот, и сочетать вот эти вот вещи. Тут бы хотелось бы, как бы, пару слов, то я больше официально-медицинским языком, да, ну, я повторюсь, потому что, что я буду говорить, Александр Тимофеевич уже многократно говорил, я лишь повторюсь, да, про такие простые тесты, но они наглядные, ну, например, вот он любит говорить мужская рука, там, женская рука, термин, да, ну, вы, кто знаком с висцеральной хиропрактикой, вот, вы, конечно, уже понимаете, о чем идет речь, а те люди, которые впервые нас слушают. Это такой замечательный простенький тест, он, конечно, такой, может быть, не претендует на абсолютность, но очень наглядный. Когда я впервые его стал проверять, мне повезло, потому что ко мне пришла женщина, я знал ее анамнез, у нее было оперативное вмешательство в области яичников, то есть, соответственно, эстрогенов у нее вырабатывалось очень мало. Как правило, практика подтверждает истинность этих наблюдений. То есть мы сравниваем длину пальцев, а именно указательного пальца и безымянного пальца на правой и на левой руке. Соответственно, правая рука и левая рука будет символизировать тот или то или иное яичко, если речь идет о мужчине, или тот или иной яичник, левый или правый, если речь идет о женщине. То есть, когда я об этом впервые узнал, то есть ко мне на прием пришла женщина, у которой была обширная резекция яичника с одной стороны, и было очень наглядно. У нее был очень короткий мизинец, то есть методика абсолютно себя оправдывает. Конечно, лечение вот всех этих заболеваний, там, воспалительного характера, оно прекрасно сочетается с нашей вот висцеральной практикой. Но те, кто уже давно в нашей теме, наверное, будет скучно об этом говорить, да, но те, кто впервые слышит там вкратце, да, то есть о чем идет речь, то есть мы производим воздействие массажное, условно говоря, да, на такие структуры, как область желудка, область пролегания крупных сосудов, а именно это аорта, подвздошные артерии, обязательно область залегания пояснично-подвздошной мышцы, потому что эта мышца, она, в общем-то, связана очень сильно с мочеполовой системой, и воздействие на эту мышцу мы прокачиваем всю систему, начиная с почек и кончая яичками, органами мошонки. То есть иной раз пациент говорит о том, что он чувствует, как пошла и радиация в районе почек, яичек, прям четко вам будет указывать. Вот, это воздействие на область низа живота, воздействие на область ягодиц. Еще очень такой интересный момент, что воздействие на область тазобедренных суставов тоже несет в себе такой положительный результат. Ну, об этом Александр Тимофеевич тоже надо указывать в своих ледциях, просто не всегда. Если мы посмотрим, например, разрез фронтальный, то есть когда тело мы режем вдоль, на компьютерной томограмме, потому что когда мы листаем атлас анатомический, то у нас складывается одна картинка, а в реальности на самом деле часто немножко другая картинка. И полезно иногда посмотреть те результаты медицинских исследований, вот именно МРТ, КТ, на собственных компьютерах, не полениться. Там программы можно скачивать из интернета и просто даже анатомию изучать не только из анатомического атласа, учебника анатомии, а именно согласно реальным исследованиям КТ или МРТ. Если мы посмотрим фронтальный разрез, то мы удивимся, какая близость расположения предстательной железы, допустим, и тазобедренных суставов. Они непосредственные соседи. А когда мы смотрим на человека внешне, то нам, в общем-то, это в голову никогда не придет. Пару слов про варикоцелли. Ну вот, варикоцелли — это в урологии, в андрологии. Это прямо, так сказать, лидер для обсуждений, для, в общем-то, упоминаний и так далее. Ну, с древних времен его связывали с нарушением фертильности, то есть с нарушением зачатия детей. В современной стадии развития науки его также связывают иногда и с нарушением эрекции. То есть в Израиле были проведены там ряд научных работ, доказывающих, что есть взаимосвязь. Что когда варикоцелли расширение вен устраняется, возвращается хорошая нормальная эрекция. Хотя вот раньше об этом никто даже и не догадывался. И варикоцелли, ну, в нашем обиходе, то это, конечно, апитерапия, висцеральный массаж. Вот. А в официальной медицине это оперативное лечение, да, то есть перевязывание вен расширенных и невозможность обратного отката крови. То есть вот в этом заболевании я хочу вот уточниться, что не само наличие расширенных вен страшно, а страшно то, что по этим расширенным ведам происходит обратный заброс крови во время повышения внутрибрюшного давления. То есть человек вот встал в вертикальное положение, уже может произойти заброс, а не дай бог он взял какой-нибудь тяжелый предмет там или жену свою собственную на руки взял или что-либо другое. У него происходит обратный заброс крови. И вот именно он приводит к тем нарушениям, причем на молекулярном уровне, на молекулярном уровне. Не только то, что раньше мы обсуждали там температура повышается, раньше всегда говорили, что температура повышается, поэтому плохо. Теперь много других таких более тонких моментов стало для нас очевидно, но это уже я в будущем об этом расскажу. По поводу бесплодия, вот Александр Тимофеевич, еще раз повторюсь, для тех, кто слушал, рассказывал, что в Бразилии был какой-то период, когда был зафиксирован всплеск бесплодия. Выяснилось, что в этом повинен кофе. Поэтому спрашивайте своих пациентов, насколько они увлечены кофе. Иногда люди покупают кофемашину, и поскольку она такая красивая и стоит рядом дома, одни пьют это кофе беспрестанно. И это может сказаться на репродуктивной сфере. Иной раз интересно спрашивать про частоту половой активности у мужчин. То есть у меня был такой случай, когда пришел молодой человек, положил анализ спермограммы передо мной, и в этом анализе не было ничего. То есть сперметозоидов не было, да, на научном языке, а зооспермия. При повторном же исследовании, через некоторое время, через недельку, у него была вполне сносная спермограмма. О чем это говорит? О том, что если семя выбрасывается часто, то оно не может быть качественно зрелым. Ну, там разного толка могут происходить изменения, там мало подвижных, мало нормальных, или вот как я вам сказал, их вовсе не было. То есть такие простые вопросы, казалось бы, да, они важны. То есть даже речь идет не о лечении в данный момент, а о вашей способности задавать такие вот абсолютно просто вопросы, выяснить какие-то моменты, образы жизни. Вот в частности про образ жизни, опять-таки возвращаясь, не возвращаясь, как бы это другой такой момент из простых вопросов, посещение бань и саун. То есть можно предотвратить какой-то каскад каких-то дорогостоящих обследований и лечений всего лишь на всего тем, выяснив, что мужчина ходит, допустим, у него абонемент в зал, он регулярно посещает зал, это не раз в неделю, а даже чаще, два-три раза в неделю. И после занятий физической культурой он заходит в сауну. Но это происходит регулярно. А его жена не может забеременеть. Вот. И вы, упустив этот момент, начнете его, так сказать, усиленно лечить, а лечить не надо. Вот. Достаточно просто сказать ему, чтобы он не сходил в сауну. Ну, теперь плавно перетечем. Ну, еще хотелось бы провести сцеральную практику, еще раз вернуться, что если вы посмотрите, что как Александр Тимофеевич осматривает пациентов, то, в общем-то, в последнее время, первое, что он смотрит, это состояние магистральных сосудов. И вы тоже, я думаю, и я, и все мы должны, наверное, это не забывать. То есть при осмотре, первым делом оценка аорты, ее крупных ветвей на наличие, так сказать, на подозрение, на склероз. Да, ну, назовем это так, склероз аорты, потому что, так, в официальной медицине не очень принято говорить про склероз аорты. В более-менее молодом возрасте там бытует термин эндертриид и другие термины, но тем не менее. Вот, у нас в клинике, вот, это называется так. То есть это очень важно, когда мы рассматриваем именно вот мужское здоровье, это очень важно. Потому что, если даже мы научную литературу посмотрим, там, признаки атеросклероза, это импотенция, прямо сказано, да. Ну, понятно, что это возраст, там, в книжке подразумевались возрастные группы, более старшие. А мы имеем дело иногда с довольно молодыми после воздействия стрессорных факторов таких, да. То есть это склероз, который, в общем-то, можно отыграть обратно, еще когда там соли кальция не выпали. Нету обызостления. Ну, а далее мы перетекаем в следующую возрастную группу. Это уже, когда мы рассматриваем мужчин за 50 лет, на мой взгляд, эта грань где-то пролегает 55 лет, да. И тут выступают такие термины, такие заболевания, как аденомопростаты, да, различные онкологические заболевания, простаты, там, яичек, ну, и всей репродуктивной сферы. Вот. Аденомопростаты, она что из себя являет? То есть в пристательной железе есть определенные группы железистой ткани. Вот. То есть не вся простата увеличивается, а именно какие-то маленькие зонки. Их, как правило, две, вот, в официальной медицине указывается, да. Но для этого надо знать анатомию, я сейчас не буду на этом останавливаться, там, картинки рисовать, чтобы вам это представлять себе в 3D-реконструкции. В общем-то, эти зоны, они начинают увеличиваться, увеличиваться, увеличиваться и поддавливают, буквально распластав функциональную остальную часть железы, вот, вокруг капсулы. Поговорим о более старшей возрастной группе. Ну, условно, это за 50, я бы, наверное, очертил границу в 55 лет. Вот. Когда выступают уже такие термины, как аденомопростаты, она же доброкачественная гиперплазия предстательной железы, разные онкологические заболевания, мочеполовых органов, это все-таки удел уже старшей группы. То есть, когда иногда путают, приходят молодые люди и говорят, там, вдруг у меня там аденомопростаты, ну, то есть, они не понимают, что это исключительно заслуга старшего возраста. То есть, в молодом возрасте, как правило, все-таки мы таких вещей не употребляем. Когда происходит увеличение предстательной железы, оно может существенно увеличиться. Это увеличение происходит в силу совершенно иных причин, за счет отека, вот, какого-то там венозного полнокровия, но не за счет разрастания узлов. Поэтому, значит, старшая возрастная группа, это у нас аденомопростаты и различные новообразования, доброкачественные и не совсем доброкачественные. И, конечно, всем мужчинам, то есть, это уже у нас вошло уже в культуру нашей жизни, ну, такой медицинской и вообще гражданской, что женщины ходят к гинекологу достаточно регулярно, они следят за мужским, за женским своим здоровьем. Про мужчин, конечно, на этого сказать нельзя. И вот то, что я хочу сказать, то, что вошло в нашу практику, уже бытует, уже на каждом шагу не вызывает удивление, это сдача крови мужчинами один раз в год на ПСА, простатспецифический антиген. Он, конечно, совершенно не настолько специфичен для онкологических заболеваний, как это может показаться, там, не следующему человеку. Но при выявлении повышения цифр ПСА мы проявляем крайнюю такую степень настороженности и максимально тщательно обследуем такого мужчину. То есть в результате это может оказаться совершенно не обязательно какая-то онкология, банальный простатит, но нам надо его обследовать более-более детально, очень, так сказать, его, не поверхностно, а просто буквально со всех сторон, чтобы не упустить какого-то злокачественного новообразования. Вот. Пару слов про аденому пристательной железы. То есть она может быть небольших размеров, может быть крупных размеров, а вот размеры, они не сочетаются, они не коррелируют с теми жалобами, с теми проблемами, которые может поиметь мужчина. То есть маленькое увеличение пристательной железы может привести к выраженному затруднению мочеиспускания, а при наличии достаточно крупной аденоматозной железы пациент совершенно живет нормальной жизнью, и его практически толком ничего не беспокоит. Железа увеличена, а мочеиспускательный канал она не сдавливает. Этим, в общем-то, и обусловлено наличие или отсутствие жалоб. Если же пристательная железа начинает сдавливать мочеиспускательный канал, мочевой пузырь не в состоянии столь напрячься, чтобы полностью изгнать мочу из мочевого пузыря. В языке официальной медицины это называется наличие остаточной мочи. Причем надо понимать, что если кто-то к вам пришел с заключением ультразвуковым, где будет написано там какое-либо существенное наличие остаточной мочи, никогда не принимайте это за какую-то истину, потому что мужчина попал в неестественные условия, он мог долго ожидать выполнения этого ультразвукового исследования, переполнить свой мочевой пузырь, чего бы в обыкновенной жизни не наступало. Поэтому его надо повторить. Если при повторных исследованиях остаточный объем мочи действительно высокий, это говорит о том, что настала декомпенсация, что этим вопросом надо уже неотложно заниматься. Потому что далее за появлением остаточной мочи начнут страдать верхние мочевые пути, и конечный итог мы приходим к почкам. И возникает так называемая хроническая почечная недостаточность, то есть повышается мочевинок, ретинин, отравление продуктами остаточного азота. Ну, в общем, про старшую возрастную группу, наверное, так вот пару слов и все. Что хотелось бы сказать по поводу наших методик, висцеральной практики. Вот если у нас, ну, опять-таки, кто занимается, те, безусловно, это знают, но кто не знает, еще раз повторюсь, потому что это важно, герудотерапия противопоказана при любом подозрении на недоброкачественность, то есть на онкологию. И не надо рисковать ни своей репутацией, ни жизнью пациентов. Ну, наверное, пожалуй, на этой ноте мы закончим эту тему. Это был такой беглый обзор. Мы планируем более глубоко рассмотреть эту тематику с остановкой там на каждом пункте в дальнейшем. Если вам понравилось, вы заинтересовались этой темой, то дайте знать в ваших отзывах, и мы тогда устроим такой полноценный семинар на эту тему с вопросами, с ответами и так далее. Подписывайтесь на наш канал и делитесь этой информацией со своими друзьями и знакомыми, которым эта информация была бы полезна. Субтитры создавал DimaTorzok